значит коллеги давайте последняя лекция сегодня на чем мы остановились прошлый раз с вами обсудили замечательный результат до формула обращения было такое давайте я не пишите то у вас все есть даже не буду формулировать как теорему значит что у нас там за условия пусть у меня f ну помогите да и преобразование интегрируем и так тогда что значит пусть у нас вот тогда тогда работает формула обращения если мы рассмотрим преобразование фурье потом применим обратное преобразование фурье или в этой формуле сделаем замену y на минус y то получим вот так можно восстановить таким образом саму функцию для почти всех правильно хорошо давайте закончим получив теорему единственности для преобразования фурье то она говорит что пусть у меня функции f и g интегрирована числовой прямой если их преобразования фурье совпадают то сами функции совпадают почти все вот доказательства рассмотрим функцию h разность f и g тогда коллеги тогда в силу линейности преобразования фурье что можно сказать о существовании преобразования фурье функция h существует и равно разности до преобразования фурье f и g то есть 0 ну замечательная функция она здесь лежит так тогда она может быть восстановлена почти всюду так ну значит по теореме h равна нулю почти для всех x вот такое утверждение доказали я еще хотел бы здесь прокомментировать ну замечательная формула есть где ее по применять но вот проблема как вот контролировать что преобразование фурье является интегрируемой функции ну здесь так сказать раз это интересно занимались люди выделен целый класс неравенств так называемое неравенство типа карсона который как раз и характеризует при каких ограничениях на f преобразования фурье будет интегрируемой функции то есть можно будет применять вот эту формулу обращения я здесь не буду тогда этого касаться а а один факт лежащий в стороне сформулирую в виде задачи задачи значит пусть у меня функция интегрируемая на r ну и здесь один технический момент существуют положительные константы такие что f у нас на каждом отрезке ну ограничено нет таких вот особенностей внутри значит что тут я хочу записать не превосходит при модуль x меньше либо равно значит если у нас докажите что если преобразование фурье оказалось не отрицательным то она будет интегрируем все числовой прямой ну вот ровно той же техникой что мы доказали формула обращения все коллеги считаю что этот параграф мы с вами обсудили интеграл и фурье перейдем теперь к последней теме последний параграф элементы теория обобщенных функций другое название распределение первый у нас пункт в этом параграфе пространство пространство д и д штрих ну что коллеги прежде чем приступить к изложению этой темы я хотел бы как-то настроить с вами поговорить ну вот потребность в обобщении до таких обычных функций она возникает особенно часто у физиков возникают у них как бы такие функции которые с точки зрения математики не имеет смысла но вот с точки зрения того что мы с вами изучали ну например там как описать точный заряд или так далее ну в конце концов математики подключились родилась вот эта теория сейчас попытаюсь ее элементы изложить вам в качестве настроя хочу проговорить следующее вот здесь надо поменять точку зрения я хочу привести пример задачки которую можно тоже вот порешать вот пусть у меня функция непрерывно на отрезке не пишите так вот она обладает следующим свойством для всех что можно сказать тогда про саму функцию ну вот если вы так сказать порешаете придете к тому что функция нулевая ну да вы согласитесь что линейными комбинациями вот этих интегралов я могу здесь получить любой многочлен от n но у нас по теореме верштрасса существует многочлен который по ценорме отличается от f сколь угодно мало я могу его сюда поставить тогда здесь почти будет n квадрат это я так уже не формально указание как решать а теперь давайте с вами посмотрим какой здесь взгляд фактически мы с вами функцию определение не так как мы привыкли значениями да а так как она соотносится с некоторым набором функций в данном случае с набором функций xn вот этот вот взгляд он еще у эллира присутствовал но как бы он его далеко не развивал и только вот здесь эта теория так сказать в полной красе проявила себя давайте вот применим в качестве обобщения вот такой вот подход мне нужно теперь с вами определить что я буду брать в качестве вот этих пробных функций по отношению к которым мы обобщенную функцию определить это как раз и будут элементы пространства d ну и что поехали итак рассмотрим вот это вот значит векторное пространство бесконечно 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 дифференцируемых функций фи определенных на r со значениями в c с компактным носителем я напомню что мы понимаем под носителем обозначали в третьем семестре так это у нас те иксы где фиат x не 0 ну и замыкание итак c бесконечность со значком c вот c указывает на компактность носителя ну вот векторное пространство таких вот хорошо давайте с вами пример посмотрим пример буду ссылаться пример один рассмотрим вот такую вот функцию а значит здесь определим вот так а здесь вне отрезка от минуса а до а определим нулем а у нас положительный параметр ну что коллеги такие функции шапочки мы с вами в третьем семестре разбирали давайте я уж позволю себе здесь не доказывать в очередной раз раз это было у нас вот я схематично график здесь изображу этой функции а ну такие вот шапочки здесь лежат не обязательно симметрические но симметричные но вот здесь вот я такую симметричную шапочку рассмотрел носитель у этой функции отрезок от минус а да давайте это напишем тогда я у нас лежит и носитель а это отрезок минус а до а коллеги все здесь понятно вот так и нужно мыслить из чего состоят вот эти вот вот это вот пространство таких вот функций двигаюсь дальше ну что вводим пространство d определение пространством d d основных функций называется векторное пространство c бесконечность c от r со сходимостью которая определяется следующим образом будем говорить что последовательность фи н сходится к функции фи из d в d а если выполнено два условия ну что коллеги и фи н и фи это такие вот шапочки что мы требуем требуем чтобы у нас носители не расширялись то есть все носители у фи н лежали в заданном отрезке и так пишу существует отрезок что для всех n носитель фи н лежит в абре второй пункт требуем чтобы последовательность равномерно на r сходилась к фи более того требуем чтобы это выполнялось не только для самой функции но и для любой ее производ вот такая необычная сходимость фактически мы с вами определили топологическое пространство топологическое пространство d оказывается это топологическое пространство является неметризуемым вот эта сходимость не порождается никакой метрикой давайте это с вами рассмотрим замечание пространство d не является метризуемым ну что от противного предположим что найдется существует такая метрика ро что вот эта сходимость в d порождается сходимостью по этой метрике то есть что фи n сходится к фи в d означает что ро от фи n до фи сходится к нулю 3 n стремящимся бесконечно это числовая последовательность ну что коллеги давайте придем к противоречию какие здесь рассуждения можно провести ну вот так значит рассмотрим вот такую вот вот такой набор функций м n натуральные числа а фи это функция из примера 1 так коллеги давайте с вами м я пока зафиксирую для фиксированного м имеем что я могу сказать ну давайте с вами посмотрим ну шапочка такая у меня возникла как я могу с ней поступить да ну наверное она бесконечно дифференцируема продифференцирую что могу сказать у меня а давайте м м любая катая производная будет выглядеть как коллеги ну вы согласитесь вот этот множитель вылезет так вылезет значит ну а здесь дифференцирую вот такую вот функцию ну какое-то значение она производная будет непрерывной какое-то значение максимального модуля есть так ну вот я так напишу c k k зависит от этого ну такая вот константа что можно сказать если я n устремляю к бесконечности это у меня стремится к нулю с ростом n правильно то что мы заключаем ну скажите коллеги да совершенно верно это у нас последовательность сходится к нулю это напишу в d коллеги все понятно я м зафиксировал носитель этих функций является отрезок от минус м до m он конечен для всех n и и в силу вот этого свойства у меня все производные стремятся к нулю для каждой фиксированной точки x равномерно да на отрезке m минус м м коллеги это понятно но тогда двигаюсь дальше и значит да напишу какая переменная и значит в силу нашего предположения я могу сказать что ро от фи n m до тета стремится к нулю при n стремящемся к бесконечности отлично коллеги вот смотрите дальше применим диагональный процесс вот у меня есть теперь м я начинаю двигать вот у меня в каждой строчке стоит такая вот последовательность сходящейся к нулю давайте будем выбирать вот так итак что там у нас для каждого да м существует функция ж м равна 1 не буду здесь писать фи м м м такая что расстояние раз вот это выполнено расстояние ж м вот это будет меньше какую-нибудь возьму последовательность сходящейся к нулю ну вот такую итак следовательно вот эта последовательность ж м сходится ну раз мы предположили куда она теперь сойдется если я м теперь м переменная к нулю ну а мы сказали что раз у нас сходимость предположили что она порождается метрика то я могу сказать что это у нас сходится это в д должно сходить коллега теперь вопрос почему это чему там противоречит совершенно верно у этой функции носитель есть отрезок от минус м до м а он с ростом м расширяется а мы предположили в определении сходимости в что такого не должно быть понятно коллеги и так мы пришли к противоречию оказывается эта расходимость не порождается никакой метрикой все замечательно коллеги и так хорошо двигаюсь дальше ну теперь давайте определим обобщенные функции что будет являться обобщенной функции это линейные функционалы на д с некоторым дополнительным условием непрерывности ну что давайте даем дадим необходимое определение а перейду сюда так значит пусть f из d c это функционал на д значение f на фи из d будем обозначать ну давайте раз это так сказать теория активно развивалась так сказать у физиков поэтому уже какая-то терминология возникла там ну вот нотация дирака обозначать будем вот так значение то есть вместо вот такой записи будем использовать вот так коллеги понятно все хорошо будем обозначать ну что давайте теперь определим что значит функционал является непрерывным фи через последовательности то есть фактически по гейне и так функционал f на d называется непрерывным определяем это понятие а если если для любой последовательности n из d из условия фи n сходится к фи а в d вытекает что вот такая вот числовая последовательность то есть я взял f значение на фи сходится значению f на фи как и понятно ну а теперь основное определение определение пространством d штрих обобщенных функций называется векторное пространство всех линейных непрерывных функционалов на d с исходимостью и так коллеги давайте с вами посмотрим то является пространством d штрих это все функционалы какие линейные непрерывные так это пространство является под пространством d со звездой сопряженного пространства к д правильно коллеги и дальше мы здесь добавляем сходимость сходимость функциональным анализом называется слабой как она определяется да очень просто какую бы я функцию d не взял f что я должен там взять да давайте так не так со сходимостью будем говорить что fn сходится f в d штрих если ну вот выполнено следующее ну замечательно такой вот еще раз будем говорить что последовательность функционалов из d штрих сходится к f в d штрих да тогда и только тогда когда зафиксировали значение у фи n у fn на фи и эта последовательность сойдется числовая последовательность сойдется к значению f на фи все понятно да итак мы с вами ввели пространство d штрих обобщенных функций элемент d штрих называется обобщенные функции давайте с вами посмотрим насколько содержательны эти понятия так коллеги двигаемся дальше важнейший пример пусть у меня функция f ну мы так называли локально интегрируемо ну давайте я распишу интегрируемо на любом отрезке числовой прямой локально интегрируемо рассмотрим вот такой функционал на d который определяется по следующей форме значение этого функционала на фи где фи это функция из d определяется так интеграл от произведения f на фи дмю коллеги пойдет все отлично давайте с вами обсудим почему определение корректно то есть почему это действительно функционал на d почему это число ну это вроде понятно да поскольку поскольку у меня фи тождественно равно нулю вне некоторого отрезка а b по определению того что я описал то что я имею то и функция интегрируема на этом отрезке то я могу сказать что здесь на самом деле интегрирование ведется по отрезку а b произведение интегрируемой функции на ограниченную непрерывную интегрируемая функция и у меня интеграл этот определен то есть действительно я каждому фи сопоставляю по этому правилу число коллеги будет ли этот элемент давайте и значит да значит определение каждого зектно покажем что это действительно у нас обобщенная функция элемент д штрих что мы должны с вами проверить что этот функционал является линейным непрерывным проверяем линейность всем очевидно откуда она вытекает из линейности интеграла ну запишите линейность функционала f фигурных скобках вытекает из линейности интеграла алебега покажем непрерывность покажем непрерывность пусть у меня последовательность фи н сходится к фи в д пойдет тогда у меня найдется отрезок а б такой что все фи н тождественные равны нулю вне а б для каждого n по определению исходимости в д правильно коллеги так продолжаем что я должен здесь записать я должен рассмотреть значение этого функционал на фи n и показать что это числовая последовательность у меня сходится вот к такому числу да так коллеги покажем что разность стремится к нулю и так значит модуль здесь у меня по определению интегралчик здесь у меня интеграл здесь у меня интеграл запишу под один интеграл получаю f на фи н минус фи дмюл скобку закрыл основное неравенство для интегралов интеграл здесь да у нас у этой функции где идет интегрирование все эти функции равны нулю вне отрезка правильно коллеги согласитесь из второго пункта у меня равномерная сходимость есть значит есть и поточная означает что и фи должно равняться нулю вне этого отрезка значит всякая такая функция для каждого н она равна нулю вне отрезка аб значит я могу здесь записать что у меня интегрирование ведется по отрезку аб понятно коллеги дальше применяю основное неравенство для интегралов получаю что у меня будет записано вот так здесь стоят значения модуль разности фи н от х минус фи от х по модулю если я заменю на максимум по всем иксам из отрезка аб я заведомо эту величину не уменьшу уменьшу и по монотонности интеграла я сохраню неравенство и так значит а здесь у меня получится уже число ц норма я это число могу вынести за знак интеграл и так пишу значит выносим мы максимум давайте я напишу подробнее да так это у нас по определению есть ц норма вынес и здесь у меня остается такой вот интегральчик функция у меня f локально интегрируемая это у меня число так а что происходит здесь по определению у нас фи n сходится к фи в д второй пункт равномерная сходимость фи n к фи а значит ц норма разности стремится к нулю с ростом n значит вот это у меня бесконечно малая последовательность это у меня число и значит у меня это стремится к нулю при n стремящемся бесконечности все понятно коллеги андрей вопрос все хорошо и так это у меня действительно линейный непрерывный функционал на d то есть это обобщенная функция сходимость элементов и штрих поэтому пока не интересуюсь сходимостью в д штрих я показал что по крайней мере такие вот функционалы там живут все 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 отлично коллеги давайте двигаться дальше что я здесь хотел с вами обсудить да давайте дадим определение этому функционалу определение обобщенная функция f то есть элемент d штрих называется регулярной регулярной если если найдется локальная интегрируемая функция такая что наша обобщенная функция f является функцией порожденной вот в этом смысле функции g то есть давайте расшифрую то есть значение f на фи вычисляются по правилу по какому правилу интеграл от минус бесконечности до бесконечности от g на фи d мю для любого фи из d обобщенная функция которая да так называется регулярной обобщенная функция которая регулярно не является называется сингулярной напишите обобщенная функция не являющаяся регулярной называется сингулярной свободные по работой 등 вот этот importance существуют ли сингулярные обобщенные функции существуют давайте это с вами покажем так что можно уничтожить давайте я здесь пока вверх рассмотрим давайте определим следующую обобщенную функцию дельта функция дирака она каждой функции фи из d сопоставляет ее значение в нуле ну что коллеги покажем что это у нас действительно обобщенная функция а потом установим ее сингулярность коллеги помогите мне разобраться что я должен доказать чтобы установить этот факт дельта лежит в д-штрих что для нас обобщенная функция линейный непрерывный функционал на д проверяю и так то что это функционал воды сопоставляет значение в 0 есть линейность скажите всем ли понятно что если я здесь заменю на линейную комбинацию то здесь у меня развалится в линейную комбинацию значение в нуле с теми же коэффициентами это означает что дельта у меня линейный функционал и так ну напишите линейность вытекает непосредственно из определений ну недалеко и ушло доказательство непрерывности так покажем дельта дельта непрерыв пусть у меня последовательность фи сходится к фи в д тогда по определению сходимости второй пункт что мы с вами имеем до фи н сходится равномерно к фи на р из равномерной сходимости вытекает поточная сходимость следовательно здесь определение сходимости сходимости в д ну здесь для любого x и z в частности выполнено вот это правильно коллеги а что здесь записано да вот вот этого запись это есть не что иное как значение дельта функции на фи н а вот это есть не что иное как значение дельта функции на фи и так мы взяли произвольную последовательность фи н сходящуюся к фи в д и показали что значение дельта на фи н сходится к значению дельта то есть непрерывность дельта функции покажем что дельта функции является сингулярной ну опять от противного давайте коллеги вот вот у меня определение я его повторю до предприятия предположим да что существует локально интегрируемая функция так такая что значение значение дельта функции на фи вычисляется по правилу давайте придем к противоречию в качестве фи я вот здесь все держу рассмотрим вот эту вот шапочку положим фи равная ну давайте там а уже у меня занято и апсалон напишу из примера 1 коллеги скажите мне пожалуйста чему равно значение дельта функции на фи эпсалон с одной стороны значение в нуле какое значение в нуле ноль попадает сюда значит должен подставить сюда е в степени минус двоечка так значит с одной стороны это такое а с другой стороны а с другой стороны у меня такой интеграл правильно значит я пишу интеграл от чего до чего носитель у фи эпсалон какой от минус эпсалон до эпсалон же на фи эпсалон правильно коллеги так д мю я могу коллеги здесь модуль навесить значение у меня положительно эти модуль ну а дальше поступаю следующим образом модуль перебрасываю сюда тогда у меня будет какое неравенство модуль фи эпсалон здесь здесь окажу оказывается ну и давайте с вами смотреть максимальное значение будет как раз вот в нуле у нас о шапочке значит я перебрасываю сюда так это максимальное значение и здесь у меня возникает интеграл от модуля g д мю так коллеги это выполнено для любого эпсалон правильно скажите мне пожалуйста куда это у меня стремится когда я эпсалон устремляю к нулю справа совершенно верно например по свойству абсолютной непрерывности интеграла или бега так значит это у меня стремится к нулю что противоречит тому что у меня всегда должно быть значение е в минус второй степени значит мое предположение что значение функции д порождается g вот в этом смысле неоправданно то есть дельта функция не является регулярной дельта функция является сингулярной обобщенной функцией понятно коллеги все замечательно да противоречит хорошо мы сейчас пойдем отдохнем но напоследок я хотел здесь вот какой момент обсудить но тоже кратко естественный вопрос который возникает коллеги ну давайте отстраненно да посмотрим на эту картину все ли понятно что мы здесь сделали мне кажется один момент остался такой вот как бы так в каком смысле мы обобщили то функции это обобщенные функции обобщенные обобщили то мы или нет да согласитесь действительно вот это у меня ну все естественные функции которые у нас возникают в анализе они таким свойством обладают правильно и мы их как зеркало да с помощью зеркала отправили в обобщенные функции в д штрих правильно возникает естественный вопрос насколько хорошее это отображение давайте я сделаю замечание тут уже не до доказательств замечание оказывается это отображение хорошее а именно пусть у меня пусть у меня ф и ж локально интегрируемые локально интегрируемые локально интегрируемые функции для любого а б и для любого зерк и они порождают одинаковые функционалы на д то есть вот в этом смысле а 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 и и а а а н а а а почти все данное. Ох, ну это уже другой разговор. Мы зеркало поставили, и теперь все эти разумные функции однозначно отобразились в элементы d' вот в этом смысле. И в этом d' в пространстве живут еще и другого рода функции, сингулярные. Ну, тогда теперь стало более-менее понятно. Ну что, коллеги, давайте обсудим, как доказывать это утверждение. Доказательство идейно повторяет теорему, доказательство теоремы, как она там, формула обращения с предыдущей лекции. Давайте вот я это здесь проговариваю. Значит, мне нужно, ну, во-первых, упростить задачу, упростим, в силу, напишите, линейности. Три операции можно считать считать g равное нулю. То есть еще раз, пусть у меня значение, то есть, грубо говоря, я перекинул сюда. Пусть, опять, f заменил на f минус g. Значит, пусть у меня значение f на φ равны нулю для всех, φ из d, я хочу показать, что f тождественно равна нулю. Что мы делали с вами при доказательстве этой формулы обращения? Мы с вами удачно выбирали свертку. Давайте здесь это повторим. сейчас. Олеги, а что мы там с вами доказывали? Вот вспомните. Основной элемент, да, вот в доказательстве был то, что свертка с некой там дельтообразной последовательностью куда сходила с точностью до по L1 норме к самой функции, да? Вот это был такой важный элемент доказательства. Ну вот, давайте я его и прокручу. Оттуда мы и достали почти всюду, да, равенство нуля. Вот это я и хочу прокрутить. Давайте сейчас я настроюсь. Ну, ладно. Итак, рассмотрим функции фи-эпсилон из примера 1. Вот эти вот шапочки рассмотрим. Дальше я хочу записать свертку F с фи-эпсилон. И тогда у меня с точностью до коэффициента, там коэффициент у нас, если вы помните, был интегралом по всей числовой прямой от функции сойдется к функции F по L1 норме. Вот что мы там доказывали. Есть один момент. Нужно, чтобы это было, нужно, чтобы функция была интегрируема на всей числовой прямой. А это не наблюдается в общем случае для функции F. Но давайте сделаем искусственно, чтобы выполнялось. А именно, пусть у меня K это какой-то произвольный отрезок и Psi это бесконечно гладкая функция с компактным носителем такая, что сужение Psi на K тождественно равна единиц. Ребят, вспомните третий семестр, где мы с вами доказывали более общий факт, что такая функция найдется для любого компакта. Здесь легче без общей теории построить эту функцию. В принципе, у нас были заготовки. Коллеги, это понятно? Такая функция существует. Как мне сделать из F интегрируемую функцию на всей числовой прямой? Давайте я просто перемножу. Итак, рассмотрим. Тогда произведение Psi на F сгладил я. У меня отрезок есть, на котором значения совпадают с F, а вне гладенько на 0 ушли. Итак, это у нас интегрированная функция. Все, ну отлично. Имеем. Что имеем с одной стороны? Рассмотрю свертку с вот этой вот функцией от x. Это что такое, коллеги? По определению интегральчик давайте так напишу фи эпсалент x минус y так в си от y f от y d мю y с одной стороны коллеги, что у нас с одной стороны имеем? Имеем произведение f на вот такую функцию. Что про эту функцию можно сказать? Это произведение двух шапочек. Снова шапочка, так? И значит по определению у меня в силу того, что я предположил, что значение f на любой такой функции шапочка дает значение 0, то у меня это 0. С одной стороны. Правильно, коллеги? Еще раз, по предположению, что f на φ дает значение 0. Продолжаю разговор. Теперь давайте с вами посмотрим, что с другой стороны у нас есть. С другой стороны у нас это надо посмотреть доказательства теоремы формулы обращения из прошлой лекции. С другой стороны у меня вот это сойдется куда? С точностью до коэффициента. Коэффициент это интегральчик этой функции по r сойдется к вот такой функции в l1 на m. Правильно, коллеги? Итак, что здесь у меня написано? У меня написано следующее. С одной стороны у меня это нулевая функция. С другой стороны она должна при эпсалон стремящемся к нулю справа сходиться к вот такой функции. Ну опять выбираем здесь какую-то последовательность эпсалон ката сходящейся к нулю. Так? И тогда исходимости по l1 норме будет вытекать сходимость почти всюду для некоторой подпоследовательности функции. Было такое? Все. Итак, коллеги, раз это мы уже повторяли, еще раз, это я выносить в экзамен не собираюсь, но просто для, так сказать, ознакомление полезно. Итак, отсюда получаем, что у меня вот эта функция равна нулю почти всюду на r. Так, коллеги? Так, ну а что у нас за функция на отрезке cd равна единице? Ну тогда у меня f равна нулю почти всюду на отрезке cd. На каждом отрезке у меня функция равна почти всюду. Ну тогда что можно сказать? Функция почти всюду на всей числовой прямой. Ну, замечательное утверждение. Хоть, ребят, я повторю, не собираюсь это выносить на экзамен, но вот полезно, полезно понимать, что мы действительно обобщили функции. Вот это отображение, которое всем разумным функциям локально интегрируемым сопоставляет регулярный функционал, оно инъективное. Ну, замечательно. Вложили в d' хорошие функции. Ну, а дальше там еще нарост есть из сингулярных функций. Ну, вот такая вот вещь. Перерыв сделаем. Обобщенные функции многим хороши, но, к сожалению, есть неприятный момент. Нельзя определить произведение обобщенной функции. Но можно выкрутиться вот в следующем смысле. Давайте дадим это определение. Пусть у меня есть обобщенная функция f лямбда. бесконечно гладкая функция лямбда. Произведением лямбда на f называется обобщенная функция определяемая следующим лямбда. Ну вот так значение лямбда. Легкая задача проверки, что это определение корректно. напомните, а что значит корректность определения в данном случае проверить? Да, что это линейный непрерывный функционал на d. Последний раздел дифференцирования обобщенной функции. определение пусть у меня f обобщенная функция производной f называется обобщенная функция будем обозначать ее f' определяем по формуле. f' на f' есть минус f' f' sd. Определение корректно. Проверим. Ну, действительно, всем ли понятно, что если я беру элемент f' sd, то его производная также является элементом sd. Правильно, коллеги? Почему? Это у нас бесконечная дифференцируемая функция с компактным носителем. Если вне некоторого отрезка значение у f' нули, то и у производной будет. Если она была бесконечно дифференцируема, то и ее производная будет бесконечно дифференцируемой. Так что я могу что здесь сказать? Мне нужно проверить, что вот так заданный функционал является непрерывным и линейным. Линейность скажите здесь очевидно, нет, вытекает из линейности взятия производной. Давайте я запишу. Линейность минус стоит, Линейность вытекает из определения и линейности производной, ну уже обычной функции. Ну, теперь проверим непрерывность. пусть у меня последовательность Фи-Н сходится к Фи-ВД. Тогда последовательность Фи-Н штрих сводится к Фи-Штрих в Д. Ребят, вот это понятно? Просто посмотрим на определение и убедимся, что это так. Ну, тогда и значит я имею следующее. Ф штрих на Фи-Н значение по определению это будет значение Ф на Фи-Н штрих с точностью до знака. В силу того, что Ф это непрерывная функция, то эти значения должны сходиться к значению Ф на Фи-Штрих с точностью до знака. А это есть по определению значение Ф на Фи. Непрерывность установлена. А теперь вопрос. Откуда эта формула возникла? Ответ. Вот все операции, которые здесь мы навязываем в качестве определения, имеют простое трактование, если мы вспомним, что мы хотим сделать. Мы хотим обобщить обычные функции. Вот те операции, которые возникли. А как мы там обобщали? Мы функции локально интегрируем и сопоставляли регулярные функции. Вот если что-то там выполняется для регулярной функции, то это эту формулу просто постулирует вообще для всех функций из d' Вот давайте в этом убедимся в том, что я сказал на следующем примере. Пример. Ну пусть у меня f ну какая абсолютно непрерывно на любом подотрезке. Ну давайте уж по-простому скажем, пусть f у меня непрерывно и кусочно непрерывно дифференцируема на любом подотрезке АМЭ. Тогда что имеем? Обобщенную функцию которая f породила. Ну мы фигурные скобки заключали. У любой обобщенной функции есть производная. Какая она? Давайте с вами выясним. Я должен рассмотреть что коллеги? Ну помогите. определение вот у меня записано. Итак, я должен определить как у меня действует. это у нас минус интегральчик правильно коллеги? Подробно напишу вот так минус f фи штрих д минус применяем формулу интегрирования по частям. Что я здесь получаю минус f фи здесь от х от х х стремится к минус бесконечности х стремится к плюс бесконечности так минус что здесь будет минус бесконечности до бесконечности f штрих на фи д мюл в силу того что у меня фи имеет компактный носитель эти пределы у меня идут в ноль а значит минус минус дает значение вот такого да такой функции на фи то есть значение f штрих на фи ну отлично а ну понятно откуда такая формула взялась мы хотим чтобы вот это у нас сохранилось ну теперь понятно все коллеги такой вот разговор ну что целый параграф без теорем давайте простое утверждение как теорему сформулируем свойства производные теорема справедливые следующие утверждения первое слое линейность значит если у меня рассматривается линейная комбинация двух обобщенных функций я тут не сказал f и g из d штрих альфа бета комплексные числа значит так альфа ф штрих плюс бета ж штрих коллеги давайте взглянем на определение всем ли понятно что это непосредственно вытекает из определения все хорошо значит линейность вытекает непосредственно из определения непрерывность операции давайте вспомним когда мы у нас целые разделы были посвящены тому как переставлять операции анализа дифференцирование и предельный переход целую концепцию равномерной сходимости ввели а здесь определения настолько удачные что они сразу влекут следующее свойство если у меня fn сходится к f в d штрих то и производные fn которая у любой обобщенной функции существует же производ есть сходится к f штрих в d штрих ну давайте покажем это итак установим это свойство ну наконец-то да мы хоть проверим как определяется сходимость в d штрих слабая сходимость функционал вот так ну давайте я запишу так пусть у меня фи фиксировано из d значит что мы имеем мы имеем ну да тогда по определению у меня выполнено вот это я хочу показать справедливость вот этой формы итак записываю fn штрих на фи по определению это будет f на fn на фи штрих а теперь скажите если у меня фи лежит в d то тогда и производная лежит и значит выполнено вот это а значит я могу сказать что это у меня сойдется к минус f на фи а это есть f на штрих фи что и утверждалось что и утверждалось ну и закончим мы эту тему давайте таким примером вот у меня есть здесь определение произведения бесконечно дифференцируемой функции на обобщенную давайте с вами посмотрим как выглядит операция дифференцирования для нее пример пусть у меня f обобщенная функция и лябда бесконечно дифференцируем тогда тогда у меня определено произведение по этой формуле можно взять производную и что там t штрих да спасибо вот как выглядит эта форму да ну давайте с вами посмотрим ну действительно что я здесь имею давайте запишу да давайте запишу итак лямбда f штрих на фи это по определению есть минус лямбда f на фи штрих коллеги это определение производной так теперь определение произведения бесконечно дифференцируемой функции на обобщенную значение это вычисляется вот так f на лямбда фи штрих теперь давайте с вами вспомним это у меня уже обычные функции для них справедливо формула лебница да о дифференцировании произведения что она там у нас говорит что лямбда фи штрих это лямбда штрих фи плюс лямбда на фи штрих так вот у меня одно слагаемое есть вот значит я его могу заменить на разность так коллеги ну давайте заменю итак минус поставлю здесь у меня будет f вот да действует на что лямбда фи штрих минус минус вот это да слагаемое лямбда штрих фи отлично линейность есть у меня ну функционал линейен поэтому я могу f перекинуть значение сюда и сюда ну помогите мне значение f на вот эту функцию что нам даст производная стоит это значение производной так так пишу это будет первая скобочка даст нам значение f штрих штрих на произведение коллеги правильно все отлично перебрасываю сюда здесь нам что обещано минус минус произведение ну чего помогите вот f стоит здесь да вот так это есть значение ну по определению какого функционала вот эту функцию я перебрасываю сюда то есть плюс лямбда штрих ну значение да f так как тут записать лямбда штрих f на f согласны ну и здесь я тоже подправлю и под одну функцию запишу тогда у меня что будет ребят справедливость установлена формула лейбницей в этом случае то есть лямбда f штрих плюс лямбда штрих f ох замечательно коллеги ну все поздравляю успел этот параграф довести до конца но не успел к сожалению да воздать долг про дифференцирование функций да ну все всех поздравляю всего доброго до свидания жду хороших результатов на сессии спасибо спасибо вам спасибо 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 Продолжение следует...